Расстроенный я, сглазили в меня, порчи испортили, стоял тут недавно самогонку нашел, не сью, у Федьки в сарае нашел, замок там, считай, что сам свалился, и она валяется, 18 литров, ну сколько-то я с нее не запил, и ушел, а пока что, сглазили в меня, Федька меня по следам нашел, слышь меня особый, тут две ножки, тут две ладошки, посреди колея, от бровей моя, а че дальше? Я сам, на пяти точках стою, землебеседую, ты спрашиваешь, было ли в меня алиби, да конечно было, он же меня по нему убил, все алиби отбил мне Федька тогда, гласили, сто процентов, позавчера меня опять гласили, ну я штаны надел, в магазин сходили, башку полечить, чую, не идут ноги быстрые и все, туда-сюда восемь часов ходить, проголодался даже, иду, падаю, плачу, кошмар, это порча у меня обе ноги, в одну штанину обулись, сто процентов, а я тут недавно мотоцикл купил, у Сереги Арбуна, ну Серега, про которого два года думали, что он Арбун, оказалось, что он костюм на рюкзак надел и забухал, так и ходить, снять же некогда было, костюм с рюкзака, но у Мазазыка классный, медицинский, старлей Дэвидсон, с каяской, ну я в каяску свою Зосю посадил, вы мою Зосю не знаете, ну что, первая девка на деревне, у каждого мужика в деревне она первая была, я его называю Зоси низкопрофильная, ну за то, что профиль сильно вниз не спадает, ты ее за профиль полюбил, и там греки, со ста метров смотрит в затылок профиль вине, а боком поворачивается, метра на полтора выпирает, больше выпирать нечего, у него же размер прудим, минус два. Ну что, мы сели, решили в соседнюю деревню за дрожжами моторнуть, что зачем, блины пожарить, вопрос, ну я тогда за рулем не пил, а за ним же неудобно пить, я рядом с токаном хлопку взбил, ну быстро поехал, как шумахер, только бесплатно. Ну едем мы, едем, там в море обхарю мою, бнюса насмерть, воробника еду со скоростью, и вдруг моя орет в ухо, остановись, до кустов приспичил, молодец, да, как я его нахрен остановлю, там же ни якоря, ни стоп-крана нет. Я в поле выехал, и давай по кругу угасать, как в цирке. Ну чтоб бензин закончился. А он не заканчивается, вечный какой-то бензин. Дензобак же горбун от КамАЗа поставил. 400 литров у него. На руле прямо стоит. Ну я за него и дорогу не видать. Еду, упёршись с него мордой, до руля еле не застаю. Снизу ляну посмотреть, дорогу, а дым вискарю. Глушитель жорбун задом наперёд поставил. Едем, едем. Часа через три с лесу зайцы вышли на нас посмотреть. Потом ушли, охотников своих привели. А что они там видят в лесу, кроме водки. Ну, уже и сумерки взустились, не видно ни хрена. А потому что фара у мотоцикла хитрая. Только днём горит, ночью выключается, спит мотоцикл. Ну, я в потёмке с дороги сбился. Смотрю, две сосны на дорогу выскочили. Ну, думаю, проскочу между ними. Ну и проскочу. Потому что он мотоцикл с коляской забыл. И тут Зосина с правой сосной своим профилем и соединилась. Сильно соединилась. От удара шишки падали вместе с Белком и Радом. Её сейчас в деревне называют Зосе Чау-Чау. Ну, шо, не злаз, злаз, папа, злаз? Мне тут цыганка нагадала, шо, весь глаз от пиджака моё, шор на мне. Говорит, шо, если его весь год носить, весь год порция будет. А через год, айка. Можно померить. Ну, я ей не верю. Я её проверю. Тем более, шо, тесь давно у меня его на прокат просит. Там, на очередь, не жалко. Он идёт. Усы по земле несёт. Папа! Привет, який. Обещал? Ну, шо, значит, расширенность? А мы ж не чужие. Ну, шо, образовар. Я... Потом надо идти, никаких проблем. Я ж просто его дам. А, да. Ну, шо, шо, брат. Звание пчёвок. К магазину подхожу тут недавно. Ребята наши стоят. Лица радостные, опухшие. Я говорю, шо, опять что-то отмечали без меня? Они говорят, нет. Мы на пасеку за мёдом ходили. Хозяин пасеки, говорят, уехал на неделю, так что пользуйся. Ну, я вообще пчёл уважаю. Люблю их продукцию. Мёд, медовуха, сотовая связь. Схожу, думаю, пока хозяина пасеки нет. И жену свою возьму, думаю. Валюша сразу согласилась. Сладкоежка моя. Без куска колбасы не уснёт. Ну, подождал я, пока потемнеет. Взял вёдра с валюшей. Сели мы на велосипед и поехали. Едем, педали крутим. И снявём. За час пять метров проехали. Мало, конечно. Но у него всегда скорость небольшая по лесу у водного велосипеда. Сосед помог Серёгану, которого раньше Николаем звали. Тот нас быстро до пасеки домчал. У него такой же велосипед водный, как и у нас. Просто ноги здоровее. Ну, мы приехали, с велосипеда слезли, залегли. И по-пластунски полезли, чтоб пчёлы нас не раскусили. Подползаем. Во всех ульях темно. В одном только свет горел. Ну, я туда, где светло смотрю, шторы там не закрыты. Накурено. Спят пчёлы в повалку. Рты разъявлены, крылья распластаны. Ну, носки даже не сняли. Устали, видно, план переуполняли. И храпят страшно. На всё вокруг. Потом присмотрелся, кажется, Валюша моя храпит. Ну, я её разбудил. Ведро-то у меня в руках было. Смотрим. Мужик какой-то в улей руку засовывает. Вынимает, облизывает её. И не местный, видно, мужик. Трезвый. Я ему говорю, слышишь, мужик, шёл бы ты отсюда без мёда. А он повернулся и смотрит на меня недобро так. А нередко, когда добро на людей смотрят, медведи на людей. Медведь испугался, в лес побежал. Пчёлы те культурные, полетели медведя провожать. Ну, мы мёда напихали, полные карманы. Вёдра наполнили. Я кусок соты башкой своей откусил и понял, что не все пчёлы полетели медведя провожать. Женщины остались пожилые. Самые кусучие. С обеих сторон язык меня отговаривали. Слышим, пчёлы медведя проводили. Возвращаются нас провожать. Как будто мы без них дороги не знаем. Ну, мы деревьями прикинулись, так руки растопилили и стоим. И шо характерно, пчёлы нас за деревья не приняли, а дятел принял. Все бородавки в башку мою вбил. И уши прочистил, за шо спасибо ему, конечно. Ну, вскочили мы и бежать. А долго не пробежишь, устали. Вёдра полные, улья в руках. Вдруг собачка с левой стороны к нам подходит небольшая. А с правой хозяин пасеки подошёл. Ну, вроде не злой, но с ружьём. Я вспомнил детство. Как мы катались с братом на коньках по замёрзшей реке. Как бабушка зашивала мне штаны. Заряд соли, выпущенный с обоих стволов, освежает память до самого родильного дома. Я бежал, как гепард. Обезал в лес, прятался, затаился. Хозяин пасеки долго искал меня, так и не нашёл. И уже уходил. Уже буквально два метра от меня отошёл. И вдруг мне на весь лес, среди тишины, на телефон смс-ка громко я пришла. Я думал, он на меня всю соль растратил. Ничего подобного. У него его ещё много было. Весь остаток мне дотолпил. С тех пор я не люблю солёные помидоры. Я потом смс-ку эту прочитал. Знаете, что было написано? На вашем счету 24 центра. Так я к чему рассказываю? Ребята, если идёте на пасеку за мёдом, не на свою, вовремя проверяйте телефонный баланс. Спасибо. Я хочу пригласить на сцену своего друга. Это король анекдотов. Мы все ему в подмётки не годимся. Ваши аплодисменты. Игорь Моменко. Огромное спасибо за аванс, дорогие друзья. Буду отрабатывать. Первый анекдот для любителей спорта. Представьте себе чемпионат мира по футболу. Финал. Сборная Бразилии, сборная России играет. Нормальное начало, да? Вот, сыграли всего лишь 15 минут, поэтому счёт только 7-0. Тренер даёт установку на победу. Всё с него взять, он иностранец. В сторону России назначен штрафной удар. Рональдин неужил мяча. Кролик Роджер, зубы, всё нормально. На обочине стоит мама, в руках чипсы, она болеет за него. Всё. На обочине приготовился бить. Россияне поставили стенку. Все стоят лицом к опасности. Один стоит спиной. Капитан. Валера, я не понял, станет как все нормальные люди. Чё, с ума сошёл? Говорит, вы как хотите, а я хочу гол посмотреть. Два украинца выходят на сцену. Со скрипками. Интрига. Два украинца со скрипками. Нормально, да? Микола, играй. Я не хочу. Ты шо, с ума сошёл? Ми репетировали. Играй, люди спеціально прийшли. Мене нема настроєння. Я играть не буду. Ти шо, здорів, вони заплатили сумасшедші гроші за б'єт. Я тобі сказав, Микола, играй. Мене нема. Я-то вже чув, що в тебе нема. Микола, играй, тобі сказав. Я играть не буду. Це моє последнє слово. Всё, отак от. Не буду. Ну, не буде, що не надо. Дорогі друзя, ви проснухали каприз Миколи Паганіні. Іду два українця, навстріч іностранец. Хай, how are you doing? Do you speak English? Шо? Окей, шпрехан зі дойч? Не, вообще никак. Парлара італьяно? Безполізняк, дядя. Абла іспанюль, я тобі сказав. Ти шо, найпоня, веди у тадас. Просто, в мені как, понімай, вручі, іди. Окей, I'm sorry. І вбіжав куда-то. Един в другому, ти бачиш, в який полігло? Чотири язека знає. Ну, шо воно йому дало? Українсько-молдавська таможня. Купай поїзду заходить молдавський таможенник. Добрый вечір, представитель таможенних властей Іван Стинка. Ну, шо у вас тут нормально? Все з документами, я надеюсь, как у вас тут предметы старіни, живописи, или, може, наркотичні средства, или, дай Бог, оружие везете. Можен, кажуть, все є. В смысл, я спрашиваю, я кажу, все у мене є. Ага. У вас, да? Ну, естественно, я ж один тут. Ну, да. Ага. Значит, я насчет живописи сказал, шо, и шо, действительно, вот это у вас живопись? Я когда сейчас спросил у вас про живопись, говорит, значит, венецианские двори гвардии, бояриня Морозова, Сурикова, Рубинс, Веласкес, все в оригиналах, пожалуйста, все вези. Хорошо, молодец. И шо, и насчет тут это, шо, оружие, когда исчез, я спросил, говорит, значит, два автомата Калашникова, восемь автоматов УЗИ, пистолета ТТ, три штуки. И наркотические средства есть? Героин, кокаин, эксцези, 700 грамм, можете проверить. Простите, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться? Спасибо. Дорогие друзья, в последнее время к нам из-за океана прилетают различные лекторы, различные проповедники, которые читают нам разные лекции, нужны, не нужны, никто нас не спрашивает. В общем, занимаются тем, что учат нас с вами жить. И сегодня я хотел бы прочитать лекцию от имени вот такого вот грамотея, который прочитает нам лекцию о славянах. Они считают, что они все уже о них знают. Итак, начинаем. Добрый день, дорогие зрители. Я есть профессор Даунтаунского университета проблем славянских народов. Углубленно изучив жизнь и быт древних славян, я сегодня хотел бы рассказать вам непосредственно, что есть такое славяне, как национальность. Сейчас расскажу вам. Итак, земледелие и скотоводство были славянам уже тогда очень хорошо известны, поэтому они ими не занимались. Несмотря на то, что утро считалось самым трудным временем для славян, они находили в себе силы собираться небольшими группами по три человека и усиленно о чем-то соображать. Yes. Отсюда и пошло крылотое выражение «соображать на троих». Касаемо славянских мужчин, они вели преимущественно ночной образ жизни. То есть днем они спали, а ночью гуляли, освещая себе дорогу под глазными фонарями, которые они умело наставляли друг другу кулаками. Славяне были очень бедные люди, и вместо носков они носили портянки. Особенно бедные славяне носили одни портянки на двоих. Yes, на двоих одни портянки. Таких славяне называли однопартийцы. Новый год славяне очень сильно любили праздновать в бане. Они его праздновали очень долго, и тот день, в который они все-таки возвращались в себе в семьи, для их жен был самый настоящий праздник, который по сей день так и называется, 8 марта. Спасибо. Спасибо. Славяне очень любили называть Новый год именами различных животных. Например, козла или свиньи. Хорошо отпраздновал этот праздник, славянский вождь рано утром внимательно смотрел на свое изображение в зеркало. Окей, какое животное он там видел, так и называли поступивший год. Некоторые неудоумения вызывают у меня тот факт, что туристы всего мира очень сильно удивляются итальянской пизанской башне, которая, вы знаете, стоит немножко криво. Дело в том, что в славянских деревнях в таком состоянии находятся абсолютно все строения. А также основная часть взрослого населения. В славяне были заядлые грибники, они любили собирать и готовить грибы. Но прежде чем пробовать, они давали их попробовать, но не очень любили собак, давали пробовать то, чем. Если она эти грибы съедала и продолжала веселиться, такие грибы назывались съедобники. А если она синела и в нее изо рта пена полезла, такие грибы назывались полезные. Спасибо. Есть мнение, что именно славяне вместе с индусами придумывали шахматы. Это было некоторое разделение труда. То есть индусы придумывали шахи, а славяне... Yes, mate. За детьми славяне обычно ходили в капусту, а за хорошим настроением в коноплю. После чего лезли в берлогу медведя, били ему морду, играли на гуслях и все вместе искали смерть коччая в яйце. Свадьбы славяне гуляли неделями, месяцами и даже годами. Нередко супруги расходились раньше, нежели гости. Во время праздников славяне веселились и водили веселые хороводы. В дни траура они водили грустные хороводы. Также во время праздников они еще сильно веселились и прыгали через подожженный соседский амбар. Yes. Самые коротконогие выбивали уже в четвертьфинале. Исходя из всего сказанного, я хотел бы посоветовать абсолютно всем ни в коем случае не делать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, а макароны закусывает хлебом, победить невозможно. Извините за внимание. Игорь Моменко. Вообще-то я артист цирка. Канатоходец. Ну, я думаю, уже заметно. Ну, могу и песню спеть, и фокус показать, и шпагу пролотить. Мы вообще артисты цирка, народ мультисистемный. Вот, взаимозаменяемость, на самом деле, полная. Ну, потому что много работаем над собой, репетируем. Вот. Расслабиться практически времени нет вообще. Ну, мы находим, конечно, что там говорить. В общем, вчера у артиста выходной был, и нам внезапно вдруг зарплату выдали. Не подумавши. О, а мне выпить захотелось, на самом деле. Всегда последнее время совпадает. Как зарплата, так не выпить хочется. Что такое, не знаю. О, жена как-то спросила, зачем ты водку пьешь? Я ей говорю, потому что она жидкая. Была бы жесткая, и я бы ее грыз. Все осталось сразу. Сразу. О, ну, нас, на самом деле, пьющих в цирке уже практически не осталось. Двое только. Последний из маякан. Я и Леня Гутаперчевый. Тут тоже, конечно, специалист широчайшего профиля. Он до цирка работал аналитиком на свадьбах. Не знаете, что такое? Это человек, который проверяет у гостей, аналиты ли у них. Знаете? Вот. Ну, сейчас уже работаем вместе. Я вчера его с собой, на самом деле, на это дело, вот, и прихватил. Тот после репетиции даже костюм ящерицы снимать не стал. Джинсы вьетнамки, рубашечку и все, к пьянке готов. Ну и пошли. Купили вина, пять бутылочек, вот, чтоб всем поровну. Вот. Зашли в парк, нашли кусты подходящие, стали пить из горла, как гарнист. Гарнисты видели? Мы и так, вот. А оказалось, что в милиции про эти кусты знали. Да. И когда надо было план по алкоголикам выполнять, они с этих кустов по три-четыре урожая в день собирали. Ну, такие фрукты им попались в первый раз, честно говоря. В общем, только мы три бутылочки от гарнили, только мы за четвертую принялись. Тут, как говорится, вдруг без стука к нам в кусты, заявились, о, милиционеры, капитан, сержант и собачка небольшая, милицейская, мусоршнауцер. О. Ну, мы, естественно, увидели, сказали синхронно от АСС и побежали убегать в разные стороны. Я вправо, Аленя, о, тоже вправо, но в другую сторону. И я сразу дам, потому что если я бегаю, меня из Траус не догонит, я сразу дал, хорошо, оторвался, понятно, делал, там, капитан, собачка сзади, она недалеко, сзади. О, и вдруг препятствие, забор парка высокий, старинный такой забор, огромный. О, ну, я тоже ноги, лобки, руки сильные, что мне забор три метра, правильно? Это бубки шест нужно, да? А мне что? Сзади тем более собачка стимулирует. О, ну, я моментально чик там, оп, на другой стороне уже все нормально, стою на ногах, оп, приземлился прямо перед девочкой 11 лет. Да, стояла там маленькая девочка такая, крутила в руках собачий поводок. Вот, не, один поводок без собаки, вот. Стоит, крутит, смотрит, любуется, как солнце заходит за ЖБИ. Да, в руках Андерса, ну, девочка такая. Вот, и представьте картину, вдруг перед ней в газон втыкается летающий медведь, а из парка свистит милицейский свисток. Ну, картинка та еще. То есть, другая девочка от увиденного бста устала моментально другом всех логопедов, правильно? Вот, а это не, я только сказала, ой, так, ой. А бульдюрьеру девочки, ну, у меня послышалось фас. И этот друг человека сначала укусил меня за портмоне в правом заднем кармане, потом за мелочь в левом. А когда он прихватил меня за подолк в футболке, я моментально взлетел на ближайшее дерево, как сумасшедшая белка. Ну, страшно, понимаете? Короче говоря, что увидит капитан милиции сквозь прутья забора? Я взлетаю с собачкой на ясень, а девочка кричит своему тузику фу. Ну, а тузик свирепик попался такой собака. И рад бы зубы рожать, так высота уже девять метров. Да, можно и слово вечно сложить. Злиться, перестал висеть, радуется качеству трикотажных изделий. А когда нас потом пожарники снимали, так вообще спокойный был, как прищепка. Да, было дело. А у Лени, у него своя история побега. У него в цирке номел человек рептилия. Вот он сквозь прутья забора и полез. Мысль же одна, голова пролезет весь, пройду. Но Леня был под мухой, да и зацепился бляхой. Верхняя часть побег совершила. Нижняя в парке ногами дрыгает. Сержант приближается. Шо такое? И Леня полез из новых джинсов, как змея из старых. Ну, профессорализм сказался. А сержант смотрит, не догоняется. Смой, шо такое? А сумерки? Чешуя ж переливается, представьте себе. Вот. И не то, что залюбоваться можно, а совсем наоборот. В руки брать так просто страшно, да? Вдруг она ядовитая. Свисток выронил, стоит, смотрит, не догоняется. И Леня сбежал. А шо ему делать? Вот. Он потом в зоомагазине спрятался, говорят. Его потом одного новому русскому продали, как говорящего варана. Недавно звонил, говорит, все ему нравится, цирк возвращаться не собирается. Кормят на убою. Что-то там даже про размножение намекал. Вот. Ну, главное, что ему нравится. Вот такие дела, друзья мои. Хоть цирк и выходной, а милиция программу посмотрела. Спасибо. 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 Что, не узнали меня? Меня сейчас никто не узнает. Трезвый я. Что, не пью? Клеш меня укусил цифалитный. Врач укол поставил, сказал, год не пить. Иначе в фозу кузнечика завернуть может. Дать погибнуть можно, не дай бог. Ну, шо, три дня мне жить осталось. Трезвому. Отопьюсь, хоть заживу по-человечески. Сейчас схожу по деревне, как бельмо глазу. От всех перегаром пахнет. От меня одеколоном несет, как от Диора шпратижа. Мужики, у нас двери, вы знаете. Как узнали, шо, мне пить нельзя. Так все выпить зовут, свои раньше не знаю. Бабы, тебе просят самогон им погнать. Знаю, шо, ни капли не трогают. А я литр выгоню на три килограмма, похудею от переживания. Ну, кто-то ж ее выпьет. К врачу каждый день хожу, прошу разрешения выпить. А он, знаете, шо, сказал? Год, только кефир. А вы знаете, сколько надо у этого кефира выжать, чтобы хоть чуть-чуть забалдеть? Сорок литров я ее высосал у брата на молокозаводе, а счастье во мне было, как от стакана пива. Зачем мне выпускают только заводы целые работы? Да я ж на беду возле магазина живу. Продавщица наша, Вера Ильинична, как всегда, зовет водку с вином разгрузить. Раньше как я на разгрузку шел? Шо вы? Штаны растягивались, трусы лопались напополам, так, так. Сейчас как на каторгу бреду. Ящики тетягаю, бутылки звенят, как дети кричат. Мясо от ребер отстает. Один раз пьяный грузчик пол-литровку выронил. Она до земли еще не долетела, я сознание потерял на неделю. Бутылку не спасли. Ну вот у ребят, слава богу, земли высосали. А Вера Ильинична после работы говорит, ну шо, Никифор, как будете брать зарплату? Деньгами, алькогольной продукцией. И лыбился, как запорожец после аварии. Я деньгами беру погаными, а само слезы такие по 150 грамм тазели. Я, правда, по-трезвому для себя много нового открыл. Узнал, почему салат называется селедка под шубой. Раньше же до селедки же не доедал. Так съехал, ковырну носом и сплютал. Все было по-человечею. Вы не поверите, у меня в стакане стоят серванки, граненые по пояс в пыли. Стыдоба, я сам знаю. Ничего, топью, скоро же живу по-человечеству. На рыбалку хоть нормально схожу. Часто я как хожу на рыбалку? Хоть стой, хоть падай. Как дурак хожу, с удочкой наживкой. Один, а там идиот такой. Я поплавок настраиваю, они наливают. Я крючок привязываю, они наливают. По стаканам буль, буль. А шеха на всю речку. А я плачу-то рыбачу. Раньше-то я как ходил на рыбалку? Ну шо, без удочки. Пришли, помню. Поставили на огонь уху. Из свиной тушенки. Сидим, выпиваем, варим. Помешиваем уху. О, того только забыли развести. Да и тушенку забыли открыть. Так варили ее, прямо в банке. Да так мы ее сырую сожрали тогда. И огурцы, и помидоры, и картошку. С землей тут же на огороде. До речки не дошли тогда. Все было по-человечески. На пьяных, вы знаете, смотреть не могу. Они как назло прут отовсюду, как зомби. Вчера Анусик с Лесиком шли. По 30 лет пацанам, а выглядят старше. Пирамиды. Счастливые. В один пиджак оба одеты. На спине застегнуты. Носки поверх туфлей. Ну все по-человечески. Я последний день своего сукового закона на крыльце магазина ждать буду. Ну а что время терять? Вы случайно не знаете, водку то картон пить можно? Жалко, что картон долго, я бы ее и носом был. Что-то шея чешется у меня. Ну-ка гляньте, что там такое. Чего, клеш сидит? Не надо налякнуть. Комар долбанул или собак укусил, а какое дело, клеш сразу. Все нормально у меня, три дня мне осталось. Докопали из кожи, родинка, клеша, 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 клеша. Спасибо. Спасибо. Игорь Маменко. Браво вас. Я здесь профессор, славянский бусин. Я здесь профессор Даунтаунского университета, проблем славянских народов. Сегодня я сейчас немножко хочу читать вам лекцию славяна. С самого рождения славяне очень любили дразниться и показывать друг другу язык. Именно по этой причине их и называли язычниками. Славяне были такие трудолюбивые, что в году у них было всего лишь два праздника. Это был Новый год и каждый день. Земледелие и скотоводство были славянам очень хорошо известны. Поэтому они ими не занимались. Нельзя не сказать о сообразительности славян. Несмотря на то, что утро всегда считалось и считается самым трудным временем, у славян они находили в себе силы собираться небольшими группками по три человека. И усилие, но о чем-то соображать. Именно отсюда и пошла эта известная крилятая фраза «соображать на троих». Народное творчество славян было известно уже в те далекие времена и известно по сей день. Особенно чудесные славянские стаканы. Есть, это действительно интересно. Они чудесным образом вкладываются друг в друга и помещаются практически в любой карман. Называются они очень просто. Матрёшки. Ну что еще можно сказать о славянах? Практически любой левша мог запросто подковать блоху. Но люди недолюбивали левшей. Потому что все их подкованные блохи днем и ночью бегали туда-сюда, топоча на всю деревню. И мешали спать. За детьми славяне ходили в капусту, а за хорошим настроением в коноплю. После чего они лезли в берлогу, били морду медведью, сыграли на гуслях и все вместе искали смерть Кощея в яйце. В свадьбе на Руси гуляли неделями, месяцами, даже годами. Нередко супруги расходились раньше, нежели гости. Расходились славяне очень быстро и без всяких адвокатов. Например, отрубание головы одному из супругов считалось вполне убедительной причиной для развоза. Во время праздников славяне водили веселые хороводы. В дни траура они водили грустные хороводы. Также во время новогодних праздников славяне веселились и прыгали через подожженный соседский амбар. Самые коротконогие, к сожалению, выбивали уже в четвертьфинале. Исходя из всего выше перечисленного, я настоятельно советую абсолютно всем ни в коем случае не начинать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, ест, а макарони закрустывает хлебом, победить невозможно. Извините за внимание. Возможно. Рассказчик. Ну все рассказывают анекдоты, все, кто тут будет символисты, сейчас вы женщины только послали все. Рассказывают анекдоты, но есть у нас один человек, который рассказывает анекдоты лучше всех. Вы знаете, я настоянусь вам прошу, я дойду его привез. И я, 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 я! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Поверь, я в Вашей команде, и он прошел его. У него это на лицо в детском палатке. Это я чувствую, что вы плачете. Все, я чувствую, что вы будете плачете, что вы что-то ничего себе. Сатья на первые завтра, но его плачете за мной. Для этого чего не важно и в вашей группе. Но дальше много людей ничего страшно. Были даже даже в Божьем воздухе. И у них деньги, и ведь они же закреплены. Я с ним все-таки науки. Я говорю, нет, я и учусь на все, что вы будете на вечер. Я что всех журнал, какие все проблемы. Я уже взял, что я не знаю, не знаю. Пусть ты и взял, который спал, ТП, что не помнишь, Смерть, я за счета проходит, Не успел ступать, Но и все, что-то, Что-то осталось, А длиннее. Типа, щас, Можешь тут, Типа, Не прям, Час-то прораста, Поехали, Но к длине. А зажима, что я, в основном, немножко вот прохождать в диму, так называемого абсурдного димура, все остальное, что-то такое. Итак, несколько примеров эти абсурдные ситуации, мы не скажем так, ну, более интересно, что один из цикетоведческих тренинг, ну, писать, все понимаете, что ребенок полёвает под названием фавиле. Фавилей. А когда он был в хроллов, шевтеносек, в димурии сразу полка, 20, фронт, тренинг, фавилей, под круглый, так, как бы, так, как. О-о-о-о- Бывает и другие варианты где-то? Ну мы на примере все оставим Просто поставэ реальность Роман с коньёром Если б можно добавить, придётся То есть снайповка, рукой! Это самое важное? СОРОК-ЧИТ, ВОСТО? 12-2. МРА-ЫСКОВАЕТ ПО-РАКИ 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 ПА-Т-АД-МЕНЕРО, ГУДОЛ, ВНУБИЛЬ, ВОСТОРОТ ВНУЩЕВЛЕННЫЕ КРИЛЮСЫ, 2008-200-25. СООБИЛЬ, ВНУМЕР, ВНУЩЕВЛЕННЫЕ КОМОТОРОВТОРОКУ, Я говорю «Прощите?» – нет! Второй скажет – а я? – Ахахахаха! Что же вы вести парнию, который в прошлое, светил от сайта граница, но вдруг то, поставьте. Праздник день рождения принятия этой страны. Выходят, которые, если называется, — любят язычевый человек, котик убирает, — рассказает тацистов, — служение о том статцизме. И считает сославного деления. Так, на свой главе франции выбирает. Ахахахахахах. Так, так, так... И вот вы видите, как вы есть впечатление, что вокруг нас постоянно идёт пьеса кятра, отцена, ты не знаешь, что ли это не уже? Тропа не оставлюсь в пистолетическом, а то можно посадить, сказать, где я, что? А я, Мартия! Включение качки, наверное, в том моменту, что в языке не рубленко не понимают, что... Живут, где, блин, в руководитель, посадка на дуре, срывают, как, а до земли со столбкой-то заработать, но шумилёт, что-то же понимают, что в первый раз в том, как бы, чё-то не взял тут. и ушёл на третий блок, чтобы не усполен с вами, я всё равно съезжу, но упеку, а то просто собрали и так быстро подошел, а что же это с пор, и вот где-то, где-то так, и как-то так, они у вас приедет, поздравляясь ехать ему, мы понимаем, что это сказано, довольно просто это уже пытается жарить, поэтому ждём. Сейчас все равно теряет, он уже подплюнул, он уже почти так, раз это просто говорит, что я и вы, вы, друзья, я приедем на вот этой поджищественной птице, Мы умеем оставлять крыло. Оно не работает. Я, понимаете, только чьё? Понимаете? И я встречу. А ведь, чтобы вам привезти подарки, вам и вашим детичкам я прилечу к вам и подарю вам покажу, что заебья. Берешься в грузьях. Понимаете, да? Поэтому, может быть, мне это всё понятно, чё ты разговариваешь на киню? Это называется, а весы? Да, а весы? Это уже не умир, то, что вы просим членов. Если поза эти две машины. Кто не родит, поза эти две машины, кто не на поза этой машины? Матерсан, ты никогда не был запасываться нет. Мы, конечно, на базе. Показировали. И это, к которому с этим это огромное обидно. Показу, если вы locally купили эту вот и шоссе, которые и с этим важен, такой же, который наш восемь летит. Добрый день! Почти ты у вас баранку свежая? Нет! Нет! А кексик? Возьмите лучше баранку! Баранку! Подписывайтесь на все. Я сегодня уже не сплю. Хочу тебя куваньте! Узвашешь? Нет! Памбука-реч! За! За! Замы! Лучше! Замы! И мне нечего не получил? Против! Фих! И он, что? А, или чего? Фих! 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 Ну и так. Слушай, что ж, шел вообще здорово? Фих! Фих! Ох, я был всерытный фих! Ну что я, было невероятно? Сыр, я прям говорю! Девочка, какая-то серова движника! Сейчас у нас вот три есть, когда! Я вообще, и не все, как я хотел, мы продолжим такие сухожи, что это? Какое-то нюхничное, что такое? У нее, я делаю, что это, и разная захватка я remoем, О, что это? Да? Это ёбка! Ва! Да! Изучи! Да! Маленькие. Ну, а! Ты в Бутылке ловни, пожалуйста! Схих-хих-хих! Ва! Да! Покручи! Дорас! Стоит в лицейских вашем. На этом же вы стоит в лицелях. Стоит в погубле. Пойдите. Они идут. А потом открывается все струны, вилюрина под оружием, но и другие депутаты, которые не хотят, что сидел в кастрюле, а потом, когда ты едешь в машину, в площадку тоже практические астрелы, и вы уже такие, вы уже все не ездите, придачу никуда не ездят, а потом только судья роскошный, что лиджит, открывается двор, и это такая, потому что вы этот вот такой, когда вы развиваетесь над нами, и он только что проезжал от первого машина, то что разбил. Ты же послали моментами, потому что, на самом деле, я обучался, но я же стою, который разбил машину, и вы нахожите ближе, ближе, потому что нам больше не стоит поведеться, и не поддерживает вам большинство едутатка, а я там с ней, и тяже, чтобы я кастрюлю. Я Cottomrofon. Я избежал от этого зашла и протянула, а я не могу сказать, что у вас романная и прожил с кастрюле, потому что у нас не было столько, И в общем, мне кажется, что у нас есть конкретные романсы продаж Peròindo, что было там в США, поэтому приятно создавать, что артистов, которые будут не тратить в этом театре абсурда, Я верю, что не осталось. Спасибо. А я не полководец, я торт. Нормальный ответ. Заходит тоже один, говорит, я глухой, но наполовину. Глухой, но полный. А, то есть у вас одно ухо слышит? Не, я просто наполовину глухой. Хорошо, давайте протестируем, встаньте туда, ко мне спиной. Я сейчас назову цифру тихонечко, вы-нибудь повторите потом. Готовы, да? 44. Тут поворачивается, говорит, 22. Наполовину глухой, все правильно. Заходят двое. Фамилия? Ивановы. А, вы братья? Почему братья? Бывают и другие варианты. А какие еще варианты? Мы, например, сестры. Ну, это все в Сухитаревской больнице, понятно. Ну, в быту бывает не менее интересная, курьезная ситуация. Стоим с приятелем на автобусной остановке. К нам подходят два молодых парня. Один из них обращается ко мне. Мы, приезжие из Молдавии, вот, хотим посмотреть ваш чудесный город. Я говорю, похвально, продолжайте осмотр, действительно очень интересно. Вдруг подходит рейсовый автобус, и один из них спрашивает у меня. Скажите, я на этом автобусе доеду до Красной площади? Я говорю, нет. Второй спрашивает, а я? Ненормальные вопросы, идиотские ответы, абсурдные действия. Это все на самом деле рядом, надо только посмотреть. Представьте ситуацию, мы празднуем день рождения с приятелем в ресторане, выходим покурить, следом за нами выходит в лом пьяный человек, просто готовый, и бежит туда к стоянке таксистов, слышен диалог с таксистом. Шеф, в свободе? Да. Пошли, позанцуем. Иногда вообще стало впечатление, что вокруг идет пьеса театра абсурда. Иногда люди говорят на одном языке, но при этом друг друга не понимают. Ну, представьте, терпит аварийную посадку небольшой одномоторной самолете, где-то в джунглях, выходит летчик, мало чего понимая, бродит. Ну, слава богу, все мягко сел, но страшно, потому что же дальше. Вдруг навстречу идет все племя во главе с вождем, у вождя эти, висят эти перья, у всех носу кольца, ну, ребята еще те, с копьями. Он понимает, что надо сразу с ними договориться, чтобы не сожрали раньше времени, поэтому он идет с тростертыми объятиями, улыбка почти вокруг головы, и у него такой, здравствуйте, я приехал к вам с миром. Я прилетел оттуда, вот эта железная птица, самолет, я на ней прилетел. Я должен его починить, чтобы взлететь и подарить вам всем подарки, потому что я и вы, мы друзья, и будем с вами дружить. Вождь говорит, ну, это все понятно, а что ты разговариваешь, как придурок? Что касается Одессы, там абсурд, это уже не юмор, это уже образ мышления. Слушайте, пожалуйста, вы играете на рояле? Нет, а вы? Да. Что да? Тоже нет. Вы слыхали, вчера таки умер Рабинович. Что вы говорите? Тише, вон он идет. Мне сказали, ты купил машину, ну, сказали, так купил. А свет красивый? Свет потрясающий. Ты когда-нибудь закат солнца видел? Да. Ну, вот такой, только зеленый. Захожу в магазин, сидит продавщица, булочная, полирует, напильником ногти, взгляд никуда. Я говорю, что у вас баранки свежие? Нет. Я говорю, а кексы? Возьмите лучше баранки. Ну, представители зеленого змея, понятное дело, тоже не отстают. Коста, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да. В магазин заходит пьяный человек, видит продавца девушку. Девушка, слышишь, вот эта бутылочка такая беленькая, с кубишкой, что это за прелесть такая? Что это, скажи, дядя, что это такое? Как она за... Не-не-не, про... О, вот это, ой, что это такое у тебя? Ой-ой-ой, она говорит, йогурт. Ай, йогурт. Две бутылки к желтне, пожалуйста. Представьте себе, на обочине стоит милицейская машина, рядом жигуленок. Оттуда милиция вывела человека. Они его по всем правилам ругают, что-то записывают. Ну, как говорят, у нас разводят. Человек стоит, понял, что попал, и идет развод. Кто-то пишет протокол, кто-то говорит, сейчас машину конфискуем, 200 километров надо до сберкаться. Ну, все как все. И вдруг останавливает такой роскошный черный джип, опускается стекло, и мужик сообщает, ребят, вот вы пока вот этого человека мучаете, вот это только что проезжало вот недалеко, вот отсюда. Ну, километра четыре. Одного вашего машина сбила, так что думайте, и уехал. Те, естественно, садятся в машину, включают мигалку, бросают этого бедолагу, и мчатся туда, где ихнего сбила машина, на помощь ему, все. Вдалеке действительно что-то такое виднеется, они ближе-ближе подъезжают. У обочины сидит бабка, и рядом с ней сбитой машиной козел. Я думаю, что козел выиграл. Хочу скажу, что артистов, готовых играть в этом театре абсурда, меньше не становится. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо большое за прием. Просто хотел бы немножко порассуждать на тему так называемого абсурдного юмора. Все вы знаете, что это такое. Итак, несколько примеров. Вообще, абсурдные ситуации, они, скажем так, ну, более уместны, что ли, где-нибудь в психиатрической клинике. Ну, представьте себе, принимает очередного больного, доктор спрашивает, фамилия? Наполеон. Говорит, ну, голубчик, ты нас этим нигде видишь, у нас тут полководцев пруд-пруди. А я не полководец, я торт. Или же заходит, прямо двое, сразу двое заходит, фамилия? Ивановы. Ты что, братья, шоль? Ну, почему сразу братья? Бывают и другие варианты. Ну, какие еще варианты? Ну, и, например, сестры. Или же приходит человек, который заявляет, доктор, я глухой наполовину, ровно наполовину. А, то есть у вас одно ухо? Не, просто наполовину глухой. Говорит, так не бывает. Ну, давайте вы встаньте туда лицом, ко мне спиной. Я вас сейчас протестирую. Я вам сейчас назову цифру, тихонечко, вы их повторите. Встали? Готовы? Хорошо. 44. Врач. 22. Ну, там это все. Понятно, тем не менее, в быту случаются не менее интересные, курьезные, смешные случаи. Ставим с приятелями на автобусной остановке, подходят два молодых парня. Здравствуйте, мы приезжие из Молдавии. Вот приехали посмотреть на ваш чудесный город. Ну что ж, молодцы, продолжайте смотреть, действительно очень интересно. Вдруг подходит рейсовый автобус, один из них спрашивает у меня. Скажите, пожалуйста, на этом автобусе я доеду до Красной площади? Я говорю, простите, нет. Второй спрашивает, а я? Немыслимые вопросы, идиотский ответ, абсурдный действие. Это все, это рядом, но только последи. Празднуем день рождения приятеля в ресторане. Выходим покурить, следом за нами идет влом пьяный человек, в дупель. Убегает на стоянку таксистов, слышим диалог с таксистом. Шеф, свободен? Да. Пошли, пацан, фури. Иногда складывается такое впечатление, что вокруг нас постоянно идет пьеса театра абсурда. Не больше, не меньше. Два парня разговаривают. Нет, стой, извини, мне сейчас надо маме позвонить, сказать ей, где я. Сейчас. Алло, мама, где я? Вообще, бывает так, что люди разговаривают на одном и том же языке, но при этом не понимают друг друга. В джунгли терпится аварийную посадку одномоторный самолет. Мягко приземлился, слава богу, все нормально. Вышел летчик, мало чего понимаю, в джунгля первый раз, от комаров ничего не взял, тем более. Вышел, бродил, и вдруг смотрит, что к нему в полном составе идет местное население. Копья, кольца в носу, все в порядке, идут к нему. И так не сильно доброжелательно смотрят, что там за тиродак пыль упал, неизвестно. Они идут, о, шпери по земле все идут к нему. Он понимает, что надо сейчас сразу наладить масли, чтобы пока не сожрали. Поэтому он идет с распростертыми объятием, улыбка, вокруг головы почти, настолько широкая. И ехать, подходит к вождю, говорит, я и вы, мы друзья. Я прилетел на вот этой вот железной птице. Но у нее сломалось крыло, оно не работает. Надо, я ее починю, ремонт, и я взлечу на ней, чтобы вам привезти подарки, вам и вашим детишкам. Я прилечу к вам и подарю, потому что вы, я, мы все друзья, понимаете, да? А этот вождь говорит, ну это все понятно, а что ты разговариваешь, как идиот? Что касается Одессы, там абсурд, это уже не юмор, это уже образ мышления. Мне сказали, ты купил машину. Кто я, но сказали, так купил, а цвет красивый, потрясающий. Ты когда-нибудь закат солнца видел? Ну, конечно, ну вот такой же, только зеленый. На Дерибасовской, заходу в булочную, сидит утомленная бытом продавщица, полирует напильником нофти. Прическа, как у нее, как пизанская башня, такой же высоты, только немножко скошена, как она сидит. Такая мажь. Я говорю, простите, у вас баранки свежие? Не. Я говорю, а кексы? Возьмите лучше баранки. А. Представители зеленого змея тоже не отстают. Костя, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да. А. Спасибо. Или заходит такой же человек в магазин, девушка, а иди сюда. Хожу спрашиваю, что это за... Вот это в третьем, в третьем... Да что ли такое, в третьем ряду, бутылочка такая красивая, беленькая. Что это за прелесть такая? Это вообще шедевр бутылочного искусства. Что она за такое? Клубничка нарисована, интригует. Что это за такое за... Вау-вау. Что это такое? Она... Это югурт. Ай! Вау. Вау. И звучит... Вау. Наверное, вкусно. Вау. Две бутылки водки, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что без подобного юмора жизнь была бы скучна. Поэтому приятно осознавать, что артистов, готовых играть в этом театре абсурда, меньше не становится. Спасибо. Спасибо. По старой доброй традиции, пару анекдотов. Представьте себе, узбек едет на верблюде. Жарко. Из-под тюбетейки по градам. Вдруг велосипедист рядом. Он, стой! Велосипедист, слушаю вас. Как так делаешь? Чего делаешь? Почему не жарко тебе вообще? Мне жарко сильно. Тебе не жарко вообще никак. Ну, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я на велосипеде. Скорость обдувает ветром. Не понял? Чем быстрее едешь, тем прохладнее. Запомни, это физический закон. И уехал. Ну, верблюд тут же получил по почкам со страшной силой. Ну, и погнал он его по барханам. Километров восемь скакал на нем, как орловский рысак. В жизни не бегал, так верблюд. Ну, не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Узбек подошел с умным видом. Потрогал ногой. Замерз, блин! Приходит к доктору фермер. Доктор говорит, слушаю вас. Да у меня все нормально, вы знаете, с женой проблема. Последнее время какая-то депрессия постоянно у нее. Она плачет, она раздражается постоянно. Ну, тогда вопрос такой, несколько интимного характера. Как давно вы были с женой? Ну, как с женой, вы меня понимаете. Ой, я не помню, давно это было. У меня сейчас страда, я в поле, мне некогда. Жена там, я не успеваю никак. Говорит, не, ну так нельзя. Это жена, это женщина, вы должны как-то так. Ну, а когда у меня нет времени вообще? Вы далеко у вас поле находится от фермы? Ну, километра полтора. Я вам посоветую, сделайте так. Если вы хотите, чтобы жена к вам пришла, берете ружье, стреляете вверх, она услышит, придет к вам, ну и вы должны. Заодно и покушаете, так что давайте. Гениально! Уходит, приходит через две недели, весь в слезах. Он говорит, ну что, помог мой совет? Говорит, да вы знаете, сначала все было нормально, и жена была довольна. Потом начался охотничий сезон, больше я ее не видел. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Сидоренко Николай Сергеевич. Я участвовал в спортивной передаче «Папа, мама, я. Спортивная родня». Из участвующих трех семей мы заняли почетное четвертое место. Первый конкурс «Крутящийся обруч» я выиграл в чистую. Народ аплодировал даже ладошками ног. Публика неистовствовала, потому что резинка в трусах лопнула только у меня. Следующий конкурс был «Бег по бревну». «Там я тоже был первый». Но пробежав почти всю дистанцию, мои ноги соскользнули по обе стороны бревна. «За». «Было больно». «Но я не плакал». «Глаза вылезли из орбит так, что слезы не пролезают». «Публика неистовствовала». Последующие два конкурса я пропустил. Следующим был конкурс «Прыжки через коня». Через живого коня. В самом начале я как мужчина подошел и попросил коня лапу. Но судья соревнований сказал, что у коня лапу сзади не просят. И оказался прав. Я потрепал коня по щекам. Сзади. И он тут же дал мне лапу. Молниеносно дал. От удара правой задней лапы коня в левое полушарие моей головы я сильно устал. И прилег отдохнуть. Сын сказал, что искры из моих глаз тушили восемь пожарных машин. «Публика неистовствовала». Последующие два конкурса я пропустил. Следующим был конкурс «Метание ядра». «Я был великолепен». «Дело в том, что я единственный из всех метателей, кто попал в мишень. Свою тещу». «Публика неистовствовала». «Жалко, что теща быстро очухалась». «И нашла меня». «Последующие два конкурса я пропустил». «На конкурсе «Пингвинь» мы ныряли из вышки в бассейн. Правила простые. Первое место у того, у кого меньше всего брызг. Меньше всего брызг было у меня. У меня их вообще не было. Не попал я в бассейн. «Публика неистовствовала». «Последующие два конкурса я опять пропустил». «Выплюнул кафель». «Я пошел на конкурс «Бокс». «Наша семья Сидоренко попала на семью Валуевых». «Я попал на папу Колю». «Я одел перчатки». «Валуев почему-то одел всего одну». «Он оказался приветливым парнем». «Я ему улыбнулся». «Он улыбнулся, мне помню». «Больше я ничего не помню». «Говорят, чтоб публика неистовствовала». «Последующие четыре конкурса». «А также финал награждения, свадьбу племянника, сельхозперепись и день рождения пьехи я пропустил». «Сейчас я бодрый и радостный и иду домой». «Люди, участвуйте в спортивных состязаниях». «Спорт — это здоровье, сила духа и жена молодуха». «Занимайтесь спортом». «А с меня хватит. Будьте довольны». «Аплодисменты». «Здравствуйте. Меня зовут Федоренко Николай Сергеевич. Я участвовал в спортивной передаче «Папа, мама, я спортивная родня». «Из участвующих трёх семей мы заняли почётное четвёртое место». «Первый конкурс «Крутящийся обруч» я выиграл вчистую. «Народ аплодировал мне даже ладошками ног». «Публика неистовствовала, потому что резинка в трусах лопнула только у меня». «Следующий конкурс был «Бег по бревну». «Там я тоже был первый». «Но пробежав почти всю дистанцию, мои ноги соскользнули». «По обе стороны бревна». «Да». «Было больно». «Но я не плакал». «Глаза вылезли из орбит так, что слёзы не пролезали». «Публика неистовствовала». «Последующие два конкурса я пропустил». «Следующий конкурс был прыжки через коня». «Через живого коня». «В самом начале я как мужчина подошел и попросил у коня лапу». «Но судья соревнований сказал, что лапу у коня сзади не просит». «И оказался прав». «Я потрепал коня по щекам». «Сзади». «И он тут же дал мне лапу». «Молниеносно дал». «От удара правой задней лапы коня я сильно устал». «И прилёг вздохнуть». «Сын сказал, что искры из моих глаз тушили восемь пожарных машин». «Публика неистовствовала». «Последующие два конкурса я пропустил». «Следующий конкурс был метание ядра». «Я был великолепен». «Дело в том, что я единственный из метателей, кто попал в мишень». «Свою тёщу». «Публика неистовствовала». «Жалко, что тёща быстро очухалась и нашла меня». «Последующие два конкурса я пропустил». «На конкурсе пингвин мы ныряли с вышки в бассейн». «Правила простые». «Первое место у того, у кого меньше всего брызг». «Меньше всего брызг было у меня». «У меня их вообще не было». «Не попал я в бассейн». «Публика неистовствовала». «Последующие два конкурса я опять пропустил». «Выплюнул кафель». «Я пошёл на конкурс бокс». «Наша семья Сидоренко попала на семью Валуевы». «Я попал на папу Колю». «Я одел перчатки». «Валуева почему-то одел всего одну». «Он оказался приветливым парнем». «Я ему улыбнулся». «Он улыбнулся мне, помню». «Больше я ничего не помню». «Говорят, что публика неистовствовала». «Последующие четыре конкурса». «А также финал, награждение, свадьбу племянника, сельхозперепись и день рождения Пьехи я пропустил». «Сейчас я бодрый и радостный и иду домой». «Люди, занимайтесь спортом». «Участвуйте в спортивных состязаниях». «Спорт – это здоровье, сила духа и жена молодуха». «Занимайтесь спортом». «А с меня хватит». «А с меня хватит». «А с меня хватит».